Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 23 ноября, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Петра, Родиона, Александра, Дионисия, Иоанна, Серафима, Алексея, Михаила, Николая, Анны, Бориса, Ольги, Георгия. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика, протерея Петра Павлушкова. Протерея, надворный советник Павлушков Петр Иванович родился в 1865 году в городе Владимире в семье священника. В 1892 окончил Киевскую Духовную Академию со званием кандидата богословия и был назначен в Тульскую Духовную Семинарию, где с 26 февраля 1893 стал преподавать священное писание и психологию. Петр Иванович был членом ревизионной комиссии Тульской Духовной Консистории по проверке отчетности в духовных училищах епархии и попечительства о бедных, а с 1907 инспектором семинарии. Надворный советник Петр Иванович Павлушков был кавалером ордена Святой Анны Третьей степени, Святого Станислава Второй и Третьей степеней. Этот видный чиновник был женат, имел пятеро детей. 30 сентября 1917 года Петр Иванович был назначен ректором Тульской Духовной Семинарии. После революционных событий помещения духовных учебных заведений были конфискованы. Было конфискованное помещение Тульской Семинарии, ее закрывают в начале 1918 года. После этого в течение двух лет Петр Иванович преподавал в одной из школ Тулы. 2 февраля 1921 года священномучеником-епископом Тульским Ювеналием Петр Павлушков был посвящен в Сан-Иерея и был назначен настоятелем Церкви 12 апостолов. С этого дня и до мученической кончины он был настоятелем этого храма. Кроме судебных дел, сохранилось очень мало сведений, касающихся этого этапа его жизни. В разгар кампании по изъятию церковных ценностей 26 марта 1926 года протерей Петр Павлушков был арестован. В обвинительном заключении говорится, что он обвиняется в антисоветской агитации, каковы проводил при чтении проповеди Самвона. Так, например, если мы не будем поддерживать советскую власть, то от этого не пострадаем. А если не будем поддерживать закон Священного Писания, то будем наказаны на том свете. В приговоре Общеуголовного отдела Тульского рефтрибунала от 10 апреля 1922 года значится, рассмотрев дело по обвинению священника Павлушкова Петра Ивановича в антисоветской агитации и укрывательстве церковных ценностей, приговорил заключить в исправ труд дом сроком на три года. По амнистии в ЦИК срок заключения протерею Петру был сокращен на половину, а через год и восемь месяцев он был освобожден. К этому времени обновленческое Тульское апархиальное управление назначило нового священника в храм 12 апостолов. Но прихожане, которые были рады освобождению своего любимого пастыря, выгнали обновленца. Так еще один приход города Тулы вернулся в лоно православной церкви. Больше никогда в стенах храма 12 апостолов не звучала ересь. 9 сентября 1937 года протерей Петр Иванович Павлушков был опять арестован. Ему предъявлено стандартное обвинение. В голове ради Тули при церкви 12 апостолов существовала контрреволюционная церковная группировка, которую возглавлял настоятель указанной церкви Павлушков с высшим академическим образованием. Группа ставила свои задачи объединение верующих вокруг церкви для борьбы с советской властью. В этих целях участники развернули контрреволюционную деятельность. Они открыто выступали против мероприятий сов власти и пропагандировали фашизм. 19 ноября 1937 года отцу Петру был вынесен смертный приговор. Он был расстрелян в Тесницком лесу 23 ноября 1937 года. Всякий раз, когда христианин подходит к чаше с причастием, читаются молитвы. «Вечери Твои тайные днись, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайну повем. Нелабзани эти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедуйте. Помяни мя Господи во Царстве Твоем». Обратил внимание еще раз на слова «Нелабзани эти дам яко Иуда». Когда Господь говорил со Своими учениками, то часто обращал их внимание вот на что. «Бойтесь, — говорит, — закваски фарисейской и саддукейской, которая есть, что? Правильно, лицемерие. Лицемерие, когда человек имеет вид благочестия, а сила его отвергся. Когда человек из себя изображает некоторое действие, а, по сути, никак к нему не стремится внутренне. Человек приходит в храм, целует иконы или крест. Но когда совершается вот это действие, выражающее максимально нашу любовь, потому что такое приближение, такая близость телесная между людьми, человек лобызает того, к кому очень сердечно расположен. к отвратительному для себя человеку, он не будет так устремляться. Но любовь, она ведь не в изображении, а она же в сердце, внутри. А телесно человек только выражает то, что у него есть внутри. Ну вот как «от избытка сердца говорят уста». То есть всё, что человек говорит устами, это лишь тот избыток, который переливается через край нашего сердца. Если, например, человек устами говорит скверные вещи, ну можно только ужаснуться, что за мерзость гнездится внутри его сердца. Но потому что это только лишь маленький избыток, малая часть того, что вырывается от сердца. Лицемерие. Самый отвратительный для Бога грех. Почему? А потому что человек является с таким двойным дном, что форма, она вроде как соответствует, а содержание, оно совершенно иное. Но для Бога, для него ведь нет преград в виде нашей одежды или нашего тела. Он видит сердцевину души. Что происходит? Какие главные мотивы, по которым человек совершает то или иное действие? Если, например, действие изображает любовь, а таковым не является по сути человек, это и называется лицемерие. Но когда человек любит, он всей душой, всей мыслью, всей волей своей, всем разумом устремляется к любимому. И он старается жить угодно ему. Иуда, он не любил Христа. Он только сказал, что подам знак, кого лобжу, поцелую, тот и есть его, приходите и арестовывайте. Господь в последний раз хотел его обратить к покаянию и говорить, «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Возможно, про фарисейство мы поговорим в следующих передачах. А здесь хочется сказать о том, что самое сильное проявление любви к Богу — это принять его в своё сердце. А для этого сердце оно должно быть подготовлено, вычищено и покаянием, и молитвой, и воздержанием, и решительной борьбой с грехом. Когда человек, лобызая крест и Евангелие на Таинстве Исповеди, прикладываясь к ранам Христовым, к образу его страдания и любви, он даёт клятву, клятву верности, что, Господи, то, что я исповедовал, в чём я искренне сокрушаюсь, я очень хочу никогда не повторять. И в знак верности я целую Слово и Крест, Слово Божие имеется в виду. И тогда благодатью Божией укрепляется воля человека, исцеляется его душа и становится способной воспринимать тело и кровь в исцеление души и в жизнь вечную. А человек с двоящимися мыслями неправ перед Богом. когда говорит устами, что вроде как хочет, а сердце говорит, ну только не сейчас, как-нибудь потом оставлю грех. И вот с таким лукавым устроением как бы эта молитва предпричастная не была бы для нас обличением, решительное стремление измениться, радикально поменять свою жизнь от греха к праведности, вот это состояние, необходимое для искреннего обращения ко Христу со словами. Не лапза не эти дам, яка Иуда, но яка разбойник исповедуйте. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Помогай нам всем, Господь!